Девушки отдыхают Вера Мы, смертные, благодарим щедрость Зевса И лучшие из нас проживают жизнь ради служения богам За наше послушание Олимпу нам дается новая жизнь Лучшая жизнь Вот она, Агафия из Ореклеона Женщина, которая принесет себя в жертву во имя Олимпа Она знает, что ее жертва подарит ей прекрасное возрождение Агафия, спасибо, Агафия Ее душа покидает тело с благословением от богов И вернется в мир в новой и удивительной форме Нет смерти, есть только возрождение Веру Здравия, дети рода человеческого Сегодня я познакомлю вас с символизмом В британском оккультном сериале 2024 года Каос От компании Netflix Здесь персонажи греческой мифологии Перенесены в альтернативное настоящее Ну вот и началось Кстати, это я Центральная сюжетная линия сериала построена вокруг пророчества О падении олимпийской семьи и воцарении того самого хаоса То есть хаоса Пророчество доводит до паранойи и без того подозрительного Зевса Дает надежду прикованному к скале Прометею И подталкивает смертных к бунту против богов Еще раз, мы ничего не знаем об этом розыгрыше Акте террора Ваша верность богам, мне и моей семье будет того стоить Я говорю к черту их Ты меня слышишь? Я отрекаюсь от них Я отрекаюсь от богов Я пытаюсь защитить вас Я кое-что наладил до того, как сюда попал Но я Ограничен Название каос Это намеренное неправильное написание слова хаос Корни которого уходят в греческую мифологию Вообще каос по-древнегречески Тот же хаос Мишанина Бездна Первоначальное ничто Я ступился Я не следил за ничто И опустил все на самотек Сразу скажу, что в этом сериале Нагло и явно педалируется Мультигендерная повестка Многие второстепенные персонажи Имеют такую андрогинную внешность Что их пол невозможно определить Просто класс Двоюродный брат Зевса Прометей И его сын Дионис Занимаются перед зрителем Мужеложством На что мне смотреть было отвратительно Но несмотря на весь этот прокисший бульон, замешанный на мультигендерном равноправии, в этом сериале показали ряд интересных моментов. Гера, жена Зевса, питается исповедями людей, а это есть не что иное, как энергия страданий и переживаний, то есть гавах. В общем, Гера превратила мать Диониса в пчелу. Хочешь немного меда? В сериале богиня Гера представлена как матка Роя. Один из символов масонства – улей с пчелами и мед как итог совместной деятельности. Пчела – символ династии мировингов и масонства. К слову сказать, Гера не только жена Зевса, но и его родная сестра. Тема инцеста встречается, к примеру, в пантеоне египетских божеств. Исида была сестра и супруга Осириса. А к примеру, в Библии, в истории про Содом и Гоморру, Яхве спас праведника Лота с двумя его дочерьми, предупредив заранее, чтобы тот ушел из Содома. А после, в пещере, Лот, выпив вина с дочерьми, устроил с ними групповуху. И пошло потомство Лотова после того инцеста. А чего бог не покарал Лота за эту Содомию, за которую сжег Содом и Гоморру? Такие они, библейские праведники и прочие боги. В особенности боги, они крадут наши души. Так ты еще и богохульствуешь. С ними так тяжело, с этими религиозными. Стихийные бедствия хороши тем, что их очень просто сотворить. И для смертных это весьма большой шок, который подталкивает их к поклонению. Зевс показывает масонский знак «Скрытая рука» или «Мастер второго занавеса». Также на двух разных его олимпиках присутствует бабочка-монарх, символ МК-Ультра, программы по промыванию мозгов. Людей надо держать на коротком поводке, потому что если они расслабятся и начнут наслаждаться миром на земле слишком долго, они станут меньше бояться. Так вот, мы поставим этих тупиц на колени. А начнем, пожалуй, со стихийных бедствий. Молитвы, приношения жертв, поскольку они знают, что это наших рук дело. Но разрушение должно быть очень-очень эффектным и продолжительным. Первый этап – стихийное бедствие. О, эти людишки быстро меня зауважают после такого. А потом мы перейдем к более интересному, более искусному, утонченному. Мы посеем вражду. Ненависть. Второй этап. Это твоя заслуга, мой старый друг. Истории. Лучше не придумаешь. Я им расскажу байки, чтобы они возненавидели друг друга. В стиле Троянской войны. А затем приступим ко второму этапу. Можно начать с чего-то маленького. Например, изнасилование женщины или смерть ребенка. Да-да, я просочусь в их нежные сердца. И они очерствеют и почернеют. При хорошей работе можно воспламенить целые семьи, страны и континенты. Если все сделать правильно, то очень скоро один козел уведет жену друга. Другой сожжет своего любимого сына ради мнимой награды. И прыг, сколько у нас конфликт на 10 лет. В одной из сцен Дионис появляется в рубашке с Бафометом. Что напрямую отсылает к сатанизму. А в другой сцене на его рубашке двоичный матричный код. Что намекает на иллюзорность нашего мира. Фуриям столько же лет, сколько богам. Даже больше. Они рыщут по земле и вершат правосудие там, где его нет. У одной из фурий на груди символ всевидящего ока. Меня зовут Полифем, хранитель пещеры. Присутствует и прочий одноглазый символизм. Не обошлось и без символизма солнечной короны. Когда луна закрывает солнце во время солнечного затмения. Это отсылка к латинскому выражению на однодолларовой купюре. Эплюрибус унум. В переводе означающее «из многих единое». Как и всегда в этот день, мы отмечаем то, что нам даровали боги. Чудо возрождения. Самая важная тема в сериале «Каос», на мой взгляд, это тема реинкарнации. Тут ее преподнесли как благо для душ. Но брат Зевса Аид создал световую ловушку в виде арки. Куда души отлавливают для изготовления из них эликсира бессмертия для богов. Ему создали рамку. Не возрождать души людей, а собирать их. Превращать в жидкость. Весь процесс был индустриализирован. Мы давим весь чертов сок! Он что, показывает метафору? Мы давим, мы давим, и ничего не возвращается обратно на землю. Боги пьют из Источника, чтобы быть бессмертными. Поэтому ложь должна сохраняться. И что будет, когда закончатся апельсины? Они не закончатся, это невозможно. Души не закончатся. Откуда ты знаешь? Потому что я царь богов, Аид. Из-за меня вы все здесь. Людей надо отвлекать. На это Зевс и полагается. Но дело в том, что это снова подмена понятий. Ибо сама реинкарнация, это и есть самая главная ловушка. Если бы Земля была школой для приобретения опыта или исправления кармических ошибок прошлых воплощений, то нам бы не стирали память после реинкарнации. Как можно чему-то научиться, начиная обучение все время заново? Да никак. Задумайтесь. Когда вы идете в школу в третий класс, вам что, стирают все знания, полученные в двух предыдущих классах? Нет. Ибо таким способом невозможно чему-то научиться. Нет никакой кармы. Это все вранье. Земля – это не школа для душ. Это ферма по производству галваха. Земля – это не школа для душ. Так, все слушаем. Никого нельзя заставить войти в воду и проплыть через рамку. Свобода выбора – очень неэффективная штука. Спасибо.